Всем привет! Меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта Курилка Кутенберга. И это наш подкаст о науке, который мы делаем совместно с Московским Центром Инновационных Технологий Здравоохранения Медтех Москова. И сегодня мы поговорим о технологиях и медицине, о их симбиозе. И наш гость Руслан Парчиев, основатель компании Medical Neuronets. Привет, Руслан. Давай, если коротко, расскажи, чем ты в данный момент занимаешься, как бы ты определил свою деятельность. Конкретно сейчас я активно занимаюсь непосредственной разработкой, разрабатываемой искусственный интеллект в области онкологии, если точнее, патоморфологии. Занимаемся корректным определением стадирования рака и всякими прочими интересными вещами. В целом я являюсь генеральным директором, но я считаю, что это, наверное, все-таки моя вторая должность, потому что в первую очередь это инженерная работа. Ну и как инженера программиста? В чем заключается именно инженерная работа программиста? То есть ты создаешь структуру, архитектуру? Профессионально давлю на кнопки. Нет, на самом деле работа достаточно всеобъемлющая. Что из себя представляет подобный проект? Когда мы смотрим на экран телефона, мы видим фронтенд. Под ним еще несколько сложных слоев. А если мы смотрим на проект, в котором задействован искусственный интеллект, к нему, собственно, и добавляется математическая модель искусственного интеллекта. Заставить все это работать в унисон в условиях того, что это медицинский продукт с высочайшими требованиями, собственно, это и есть моя работа. То есть, по сути, твоя работа в данный момент, это именно разработка, так скажем, программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. То есть ты именно создаешь искусственный интеллект, как инженер. Расскажи, чем этот искусственный интеллект занимается, в чем его особенность? Учитывая то, что это ансамбль из нескольких искусственных интеллектов, и то, что они занимаются в целом разными направлениями, наверное, я могу сосредоточиться на одном из них. Мы взяли область колоректального рака, это достаточно рутинная задача в патоморфологии. После операции по удалению опухоли требуется просмотреть в районе 10-15 стекол на наличие патологических скоплений. Собственно, работа она емкая, рутинная и требует, прямо напрашивается оптимизация этого процесса. Сколько обычно занимается по времени анализ этих стекол? Это по-разному, от 10 минут до часа. Это вот на одно стекло? Да. И таких стекол на… 10-15. Это вот, чтобы подтвердить у одного человека его диагноз? Стадия или наличие… Ну, диагноз операции уже, скажем так, был подтверден. Если мы видим скопление клеток патологических в лимфоузле, значит, это другая, более серьезная стадия рака. И ваш искусственный интеллект, он, по сути, автоматизирует поиск вот этого колоректального рака? Да. Колоректальный рак, если я правильно понимаю, это рак толстой кишки, который… То есть, правильно? Если коротко, то да. Мы автоматизируем некие процессы в работе врача-патолога, чтобы ему не приходилось тратить время на решение либо рутинных, либо очень сложных задач. Основная концепция искусственного интеллекта – это скорость. Вот это самое главное его преимущество вообще в любой отрасли. И, собственно, он не устает, намного реже ошибается, если он правильно обучен. И он может автоматизировать изначально вот эти простые задачи поиска, скопления клеток. И на какой стадии в данный момент находятся разработки искусственных интеллект? У нас сейчас проходит пилотирование в 62-й больнице. Если говорить с точки зрения статистики, но это именно та позиция, с которой мне проще заявить, статистика хорошая. Чувствительность 99, специфичность 93. На это очень специализированные слова. Как перевести, чтобы было понятно? В 99 случаях он просигнализирует о том, что там присутствует зона интереса, так скажем. То, что врачу надо обратить туда внимание. Мы же ни в коем случае не хотим исключить каким-то образом врача. Мы хотим, наоборот, помочь ему, дать ему возможность выполнять свою работу быстрее и точнее. То есть он все равно незаменим, он принимает решение. То есть это такая система помощи врачам-онкологам? Да, потому что есть разные точки зрения на искусственный интеллект. Но я считаю, что в медицине это должен быть что-то типа калькулятора. Вот как он появился, он ускорил, упростил многие задачи, которые необходимо было выполнять людям. Собственно, и у врачей, по сути, должны появиться свои калькуляторы, которые будут просто помогать им принять правильное решение. То есть вместо того, чтобы в столбик складывать степы или на щетку считать? Это же несложно, это просто занимает время. То же самое и здесь. Есть операции, которые, ну, можно исключить фокус врача на некоторые вещи. Можно просто, чтобы он ознакомился с результатом и посмотрел, согласен он с этим или нет. Расскажи немного подробнее о себе, то, как ты пришел, в принципе, в эту область. Потому что это достаточно узкоспециализированное какое-то направление. Медицина, IT, вот этот симбиоз, который получается с использованием искусственного интеллекта. Расскажи, с чего ты вообще начинал? Сколько лет ты, так скажем, шел до своего стартапа, которым ты занимаешься сегодня? Сколько лет ты им тоже занимаешься? Давай я чуть-чуть шаг назад сделаю. Расскажу вообще, что такое пересечение медицины и IT. И в какое время мы живем. Все, что можно было разработать с помощью IT, было уже разработано. Все, что можно было двигать с помощью простой медицины, уже давно задвинуто. Сейчас началась интересная эпоха кросс-дисциплинарных исследований. У нас появились достаточно сильные и мощные инструменты, такие как машинное обучение, искусственный интеллект. И мы можем анализировать те данные, которые мы ранее считали просто несочетаемыми, где мы не видели корреляции как человеческое существо. Просто нас природа не готовила к анализу таких данных. Искусственный интеллект может видеть связи там, где нам даже подумать сложно. Иногда даже сложно расшифровать в целом, почему он принял такое решение. Там сотни тысяч, бывают миллионы связей, которые он анализирует. Некоторые задачи решаются абсолютно нетривиально. И ты, как человеческое существо, в принципе, с этой стороны никогда не посмотрел на эту ситуацию. Мы хороши в одном. Что мы всегда делали, это изобретали инструменты, которые упрощали нашу жизнь. И сейчас как раз у нас тот самый инструмент, который... Если рассмотреть человека как венец эволюции на планете Земля, то это, вероятно, камень в его короне. То есть у нас появилось что-то совершенно новое, что позволяет работать с абстракцией, с самой мыслью. Мы научились писать алгоритмы, которые порождают алгоритмы. То есть это и есть процесс мышления. Когда ты смотришь на что-то, ты сублимируешь, выводишь там закономеры связи и строишь из этого алгоритм. Когда ты идешь на работу, ты делаешь шаги, ты знаешь, какой алгоритм ты выполнишь. Искусственный интеллект — это и есть та математика, которая за этим лежит. Понятно, что он искусственный, но процессы достаточно похожи. Если ты с этим много работаешь, ты начинаешь лучше понимать в целом процессы органического мышления. Они действительно имеют свои схожести. Понятно, что пока это все в зачатке и примитивно, и мы только начинаем вообще осознавать, с чем мы работаем. В больших компаниях есть большие проекты, которые направлены только на то, чтобы изучить вот этот черный ящик искусственного интеллекта. Почему он принимает те или иные решения, какие связи он использует. На самом деле, абсолютно местами удивительная и неясная история. Это такое интро, так скажем, почему вообще искусственный интеллект. Можно сделать еще чуть-чуть шаг назад, и я расскажу, почему я тут оказался. Мое детство было связано с медициной очень сильно. У меня бабушка была врачом, и я достаточно большую часть детства провел у нее в больничке, как второй дом на самом деле. И как-то это сохранилось. В свое время я как раз хотел заняться медициной, но у меня не получилось по стечению обстоятельств. И, собственно, с IT у меня тоже сначала не получилось. Не потому что не хотелось, а потому что жизнь такая была. После этого, когда появилась возможность заниматься тем, чем хочется, когда какая-то стабильность, фундамент в жизни появился, я, собственно, начал самостоятельно изучать IT, математику, все, что вообще возможно в этой области. Потом пошел на первую стажировку, грубо говоря, карьера нормально пошла. Поработал руководителем в нескольких крупных IT-компаниях. И, собственно, в какой-то момент я понял то, что можно объединить два давних увлечения, два, так скажем, интереса, медицину и IT. И чтобы их объединить, как раз тут и необходим вот этот алхимический котел искусственного интеллекта. Как-то так. А сколько лет ты в IT? Слушай, лет 5-6 уже, наверное. 5-6? Ну, звучит не очень много. Я как бы интересовался всю жизнь, всю жизнь изучал, но прям работать профессионально начал где-то лет 6 назад. То есть где-то в 2017 или 2015? Где-то в промежутке 15-16. Там сложно сказать, понимаешь, стажировки, вот эта вся движуха. Можно назвать это работой? Конечно, можно, но это еще... А на чем сначала ты специализировался? Бэкэнд Джава, потом занимался Андроид-разработкой, потом перешел в машинное обучение и искусственный интеллект. Много чем. Расскажи, вот в чем отличие, то есть вот даже ты разделяешь машинное обучение, искусственный интеллект, то есть это две вроде очень близкие... Это части, машинное обучение есть часть искусственного интеллекта. Глубокое обучение есть часть искусственного интеллекта. Это вот если взять круги Эйлера, вот так и совместить, но вот на пересечении как раз появится искусственный интеллект. Ну вот как раз расскажи конкретно из чего он состоит и в чем особенность каждой из этой составляющей, чтобы, ну, потому что я на самом деле не очень понимаю как раз вот составляющие. Машинное обучение это более детерминированные алгоритмы, то есть, ну, можно сказать то, что линейная регрессия есть машинное обучение, она проводит регрессию, показывает тебе, грубо говоря, среднее. Глубокое обучение это когда вот таких вещей становится очень-очень-очень много, когда появляется очень много весов, слоев и критериев, и оно начинает выводить вот как раз те самые сложные и непонятные корреляции, которые невозможно местами даже расшифровать. Ну, я правильно понимаю, что машинное обучение, то есть, это вот достаточно известные вот эти картинки в интернете, которые вот там машинное обучение, его там алгоритм научили на, я не знаю, там котиках, и он, если ему показать какую-то фотографию, будет везде пытаться найти котиков. Смотри, эту задачу можно решить как машинным обучением, так и глубоким обучением. Будет в одном случае более примитивная задача, ну, решение будет более примитивным, то есть, он будет видеть котика, он скажет кот, не кот. А если ты хочешь там сегментировать кота, понять его породу, определить критерии, его размер, там, грубо говоря, это уже глубокое обучение, большие дата-сеты и так далее. Кроме машинного обучения, ты говоришь, что есть еще какие-то составляющие? Ну, я разделяю машинное обучение и диплёрнинг, да. В чем особенность диплёрнинга? Как я уже сказал, там намного больше слоев, больше алгоритмов, больше переменных, по сути. Ну, по сути, если простым языком, то да. Почему оно глубокое? Потому что в нем, вот смотри, что такое линейная регрессия? Это, грубо говоря, полоса, которая между точками проводится. В глубоком обучении этих полос и этих точек, прецептронов, вот этого становится очень много. Они нелинейно друг с другом связываются, выстраивают какие-то цепочки. И те остатки самых сильных связей являются правильным решением, так скажем, глобальным минимумом для решения задачи. Ты, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что искусственный интеллект сегодня представляет собой чёрный ящик, который, по сути, даёт ответ, непонятно, на чём основываюсь. Удивительно, ну да, нет, конечно, те, кто этим постоянно занимаются, они понимают, но фактически во многом они понимают это на границе интуиции. Типа, да, понятно, мы это сделали, да, понятно, она работает так. Но, чтобы понимать точные корреляции, для этого практически зарождаются новые науки, так скажем. Грубо говоря, фичер экстрактинг, как она вообще работает, как понимать, как понять, какие критерии она изучила и выдала такой результат, это практически уже целое направление в этой области. Расскажи, как вы определяете, ну то есть, насколько, в принципе, для вас это важно, то есть, это как, ну, такая аналогия, то что, например, избрели лекарство, хрен знает, как оно работает, то есть, есть классы таких лекарств, которые непонятно, как они работают, но они эффективны. Именно биологические процессы, которые происходят в организме при их приёме, до конца не изучены, но очевидно, что, я не знаю, там, человеку очевидно становится легче от их приёма. В вашем случае, как эта аналогия, например, также работает, вы даёте данные искусственному интеллекту, он их анализирует, и, ну то есть, вы насколько детально понимаете, где интеллект работает, то есть, как вы как раз определяете, что он работает именно так, как вам надо, а не допускает какие-то лишние ошибки, как вы проверяете его эффективность? На самом деле, когда мы только начинали, и было важно просто проверить гипотезу, насколько точно и качественно и быстро можно выполнить эту задачу, мы никак не проверяли. Но с того момента прошло N времени, и за это время мы, во-первых, начали разрабатывать свою модель, и даже успешно её продемонстрировали и внедрили. И, во-вторых, мы начали как раз заниматься фичер-экстрактингом, и теперь имеем полное понимание, как это работает. Зачем это нужно? В большинстве задач, которые не касаются медицины, это в целом-то и не нужно. Он работает и работает. Когда ты работаешь с медициной, на тебе огромный груз ответственности. Здесь не должно быть, я не уверен, почему это работает. Я не знаю, как она, таких ответов быть не должно. Когда ты работаешь с медициной, ты работаешь с врачом и пациентом. От этого зависит жизнь. Поэтому ты должен знать каждую переменную, почему так, зачем так. И на это был особый упор сделан, и, собственно, поэтому мы достигли и в других областях некоторых успехов, и модель работает очень хорошо. Потому что теперь ты точно знаешь, что сделать, чтобы она работала. А изначально, конечно, да, много вопросов было. Вообще, в целом, область искусственного интеллекта сейчас, можно сказать, она либо очень простая, FitPredict, либо она очень сложная, где ты кастомизируешь или разрабатываешь свои модели. Для одной задачи хватит прочитать книжку, а для другой задачи надо положительную математику положить. Собственно, так. Про взаимодействие с врачами. Когда вы занимались разработкой искусственного интеллекта своего, участвовали ли в этом врачи? Конечно, несомненно. Я даже могу рассказать про очень интересную ошибку, о которой я не подумал, когда начинал этим заниматься. Как вот я вижу для себя задачу. Есть ткани. Ну, чуваки, сейчас мы их сегментируем, сейчас посмотрим, что там к чему. Это абсолютно бессмысленная постановка задачи. Она не решает ровным счетом ничего, потому что врач, он всю жизнь учился, и он хорошо это делает. И ему он там, за километр поставив картинку, он увидит там, где онкология. Задачу решает конвейер. Нам необходимо построить конвейер, который будет оптимизировать систему здравоохранения, так скажем. То есть ты должен загрузить условно 300 снимков, а врач должен посмотреть только на то, что действительно нужно. Ну, потратить время только на то, что действительно нужно. Вот это решает задачу. А как ее сформулировать, поставить мне? Я же даже не понимаю, что там смотреть, я же не врач. И именно для этого, естественно, мы обращались к врачам, к ведущим специалистам. У нас есть замечательный онколог в команде, который хорошо понимает и искусственный интеллект, и медицину. То есть это неотъемлемая часть команды. И один из всех, так скажем, ключевых компонентов и шагов, которые людям надо предпринять, когда они идут в медтех-стартапы, это выработать тот язык, который свяжет нейронщиков, айтишников и врачей. Вот это просто специя, секретный рецепт, так скажем. Без этого невозможно. Ты сказал, что у вас проходят клинические, опять же, поправь меня, клинические или, я не знаю, просто... Это пилотирование, которое направлено на выявление сходимости между результатом искусственного интеллекта и врача. То есть такой пилотный проект в 62-й больнице. То есть как это выглядит, как врачи используют вашу программу? То есть если представить именно бытовое использование, как... Тут ты еще одну больную тему трогаешь, на самом деле. И не только для нас, и вообще для, наверное, многих. Вот, допустим, мы разработали самую лучшую модель искусственного интеллекта на Земле. Как врачи будут пользоваться? Через консоль туда что-то отправлять или просто в какой-то загрузчик? А как смотреть результаты? Тут тоже ответов нет. Поэтому мы разрабатывали некий вьюер, чтобы они могли загрузить это, посмотреть это и в таком потоковом режиме. Потому что, как я уже упоминал, конвейер, он не строится из одной ленты. Под ним еще вот эти валики, которые его толкают, и очень-очень много технологий. И только одна часть, которую мы видим. Собственно, вот искусственный интеллект — это компонент некой системы, которая направлена на оптимизацию процесса. И сейчас этими компонентами мы также занимаемся. Как работает сейчас 62-й? Они просто загружают и смотрят результат. Но достаточно ли... Загружают отсканированные изображения образцов. Да. Достаточно ли этого, чтобы помочь врачу? Да нет, это на самом деле ему только помешает. Вот абсолютно честно. Потому что нужно двигаться дальше, искать те пути внедрения, которые будут помогать врачу. Так ему и в данный момент это помогает или мешает? Если у него есть сомнения, конечно, ему это поможет. Но он посмотрит в микроскоп, ему будет хорошо. Типа он выведет результат. Знаешь почему? Потому что ему надо еще три действия сделать. Загрузить. Посмотреть. А зачем? Если он может просто посмотреть. Поэтому... Ну, это же загрузить, посмотреть, сколько это времени у него физически занимает. Да, если это не решается на потоке, даже больше. Даже больше, чем посмотреть... Пока оно прокрутится, проанализируется, загрузится. Там нюансы. Потом он пойдет к компу, будет искать это где-то. Задача, подставленная, должна выполнить совершенно другим путем. Она должна понять, где вот этот временной затык, где вот эти самые препятствия у врача. Что мешает ему вот сейчас прямо получить результат. И мы очень сильно продвинулись и в этом. Изучая пользовательские пути, так скажем, потому что врач это такой же пользователь, как пользователь, условно, там, какое-нибудь приложение для заказа еды, должен получить результат максимум в три нажатия на экране. Это как бы моя политика в целом, отношение к пользователю. Он не должен быть напряжен, ты не должен создать ему проблемы, ты должен облегчить его жизнь. И вот это не менее нетривиальная задача, чем разработка искусственного интеллекта. Вот именно... Но ты имеешь в виду создание удобного интерфейса? Некого интерфейса, некой платформы, некого... Знаешь, вот как можно охарактеризовать эту задачу? Это создание интерфейса взаимодействия между искусственным интеллектом и врачом. Она не решенная вообще. Типа, она, если и решена, то она не помогает, потому что тебе надо что-то нажать, что-то проанализировать, чего-то подождать. Сколько подождать, неизвестно, потому что модели работают по-разному. Как модель отработает, тоже непонятно. Нет пока что вот этого самого связующего звена между искусственным интеллектом и врачом. И я считаю, что эта задача также важна, и я ее, собственно, решаю. То есть в данный момент врач в 62-й больнице, то есть если он будет оценивать по одному образцу, так скажем, у него выбор пойти налево или направо, к микроскопу, в который он сам посмотрит, и в другую сторону, к компьютеру, в который надо загрузить изображение, проанализировать, посмотреть результаты и так далее. То есть и то, и другое примерно одно и то же время занимает. Потому что и он выберет то, что ему привычно. Но если у него не один образец, то есть ты же сам говорил, что чтобы по одному конкретному, так скажем, по одной конкретной онкологии от одного конкретного пациента сделать заключение, ему нужно посмотреть там 10-15 образцов, а может даже и больше. А тут он сможет загрузить сразу все 10-15 образцов или там, я не знаю, 300 образцов, если вдруг там, я не знаю, даже не один человек. А он просто за день берет, принимает, сканирует просто их образцы, загружает в компьютер и в конце дня получает большую базу данных, в которых уже видит, на какие конкретно образцы надо обратить внимание. Ну то есть в единичных случаях оно может и одинаковое время занимает, но если вот именно подойти, так скажем, именно к какой-то поточной системе, когда ты, ну это как, я не знаю, первый конвейер, построенный Генри Фордом, то есть человек весь день крутит гайки и делает это в 10 раз быстрее, чем если бы он и крутил гайки, и сразу после этого, я не знаю, шел бы за новыми, то есть у него уже гайки под рукой, он как бы собирает быстро. Я к этому и веду. Одного лишь модуля искусственного интеллекта не хватит. А, ну ты про то, что для этого нужен удобный интерфейс. Не только интерфейс, это же огромное количество работы, которое необходимо сначала придумать, изобрести, а потом выполнить. Ты можешь просто перечислить вот именно, так скажем, цепочку, в которой, ну то есть чего в этой цепочке в данный момент не хватает, на каком этапе? Сейчас нет ни одной системы, которая могла бы сделать это прямо как надо потоково. Нету жесткой связи между модулями искусственного интеллекта и компьютерами врача. То есть мы-то для анализа сходимости предоставляем ему функционал, но это только для пилота. Допустим, всем очень все понравится. Мне кажется, понравится. Как они будут этим пользоваться? У кого есть ответ на этот вопрос? Вот тут вот самое интересное начинается. В рамках подобных проектов нельзя размышлять то, что, ну сейчас я сделаю отличную модель, и как-нибудь они с этим разберутся. Нужно дать врачу возможность сэкономить свое время. А экономия начинается не только в анализе изображений. Она начинается с момента, когда он открыл комп, и у него все под рукой. Ему не надо никуда бегать. У него есть база, у него есть изображения, которые сами анализируются, сами выдают ему результаты. Уведомляют о том, что какая-то работа выполнена. Она должна быть выполнена и сделана. Вот почему я привожу в пример доставку еды. Удобно. Вот ты заказываешь еду. Отлично продуманное приложение. Вообще в деталях. Ты просто вот кнопку нажал, получил результат. Вообще не думаешь. Настолько не думаешь, что ты готов платить за это больше, чем готовить дома. Это, ну, как бы тебе предоставили, ты согласился. Тут немного другой вопрос. Почему медицинское программное обеспечение в целом не может работать так же? Почему оно не создает ту форму, куда перетекут привычки врача или пользователя в целом? Вот ты 10 лет смотрел микроскоп, ты научился, тебе удобно. Зачем тебе переходить куда-то? Да незачем, если это неудобнее. И вот нужно, чтобы глубина удобства всей этой системы превысила человеческий опыт, который он получил. То есть ты не можешь убрать со столов все микроскопы и сказать, а пользуйтесь вот этим. И не должен. Ты должен, наоборот, решить саму проблему в корне. В корне она другая. Она кроется не только в искусственном интеллекте. Вот, как раз в продолжение, так скажем, твоего тезиса, правильно ли я понимаю, то есть ты говоришь про то, что вот есть удобное приложение по доставке еды, но под одной кнопкой, которую ты нажимаешь доставить, там огромный механизм, курьеры, рестораны, то есть все это взаимосвязано. А ты об этом даже не думаешь, что нажимаешь. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы подобные системы работали эффективно, медицинские учреждения должны перестроить себя частично изнутри, то есть вот то, как раз о чем ты говорил, чтобы человек одновременно не занимался, там и загрузка изображений, потом пойти к компьютеру посмотреть, что получилось. То есть это должен быть конкретный один сотрудник, который, его работа именно в том, что он загружает все изображения, которые ему, ну сам их, так скажем, для сканирования куда-то дает, и следит только за тем, чтобы они, так скажем, были в вот этой информационной системе, в которой будут пользоваться врачи. То есть это как раз постройка вот этого механизма внутри больницы, по сути, я имею в виду. Постройка механизма и сама вот эта информационная система, она должна быть спроектирована вообще с другой стороны, не с той стороны, с которой они сейчас. Знаешь, в чем разница вообще отличия медицинских, вот приписки тех, медтех, например, от какого-нибудь обычной продуктовой разработки? Продуктовая разработка смотрит вот так назад, а что там было 5 лет назад, как вот это сделать получше, как продать побольше? Тут такой цели в принципе не может быть. Ты, когда занимаешься такими вещами, должен думать только, а как это будет через 10 лет, а с чем вот это все столкнется, а к чему мы идем? Если ты сможешь ответить себе на этот вопрос, тогда ты поймешь, что здесь надо делать, тогда и поймешь, как это делать. Я считаю то, что мы внутри команды ответили на этот вопрос, и как раз занимаемся созданием вот этого того, что сможет соптимизировать все процессы, которые связаны с искусственным интеллектом в больнице. Расскажи как раз про свою команду. Ну, во-первых, сколько лет стартапу, сколько человек в данный момент активно занят разработкой, так скажем, вашего программного обеспечения. И как в принципе, вот, то есть, так как у вас стартап, очевидно, что вы еще не предоставляете каких-то коммерческих услуг, то есть вы находитесь в стадии именно развития. И, ну, то есть, как существует в данный момент стартап, держится на плаву, что позволяет ему не схлопнуться в небытие, как там тысячам других. Давай я расскажу одно, тут одного слова достаточно. Идея, которая превращается в идеологию. Опять же, в чем здесь корреляция с медициной и медтехом? Это благородное в целом дело. То есть, твоя задача здесь помогать людям. Ну, научиться лечить рак эффективнее, чем до этого, это очень крутая идея. Лечить, не знаю, но помогать. В целом, я имею в виду, что если система будет эффективнее обнаружать рак, то, соответственно, это позволит эффективнее бороться с этим проблемой. Конечно, хочется потом дальнейшим прям изучением самых основ так же этого заняться и поискать что-нибудь, но это потом. Давай вернемся к команде. Знаешь, какая основная ценность вообще? С чего вообще команда начиналась? Вот ценность вообще, которую я собрал в свою жизнь. Это отличные специалисты, которые стали моими друзьями. Вот так вот сложилось. В какой-то момент мы собрались и решили заниматься этим. Вот примерно так. Вот примерно так. А сколько лет назад? Не лет. Мы даже года не работаем. Даже год не работаете? Мы с февраля работаем. До этого мы занимались другим медицинским проектом, но он был менее емким. А вот этот проект меньше года. То есть вам меньше, чем за год удалось уже создать платформу по анализу раковых, по обнаружению раковых. Ну смотри, Ром, я сегодня отсюда вышел в 7 утра. Собственно, я в таком режиме очень долго уже. И ребятки также замотивированы. Ты имеешь в виду в 7 утра вышел с работы? Да. Сколько человек в команде? Сейчас 31. 31. Но вот появляется уже вторая часть моего вопроса про что позволяет вам держаться на плаву. Смотри. То есть ты ответил, что это как бы идея. Но если, так скажем, перевести твой ответ, если я правильно понимаю, ты имеешь в виду, что многие из вас работают за идею, а сами зарабатывают на другой работе. Правильно? Кто-то, кто-то, есть и такое. Я вкладывал достаточно много личных средств. То есть, да, я очень верил в всю эту историю. Как бы у меня есть видение, что это требуется в целом системе. Кто-то просто помогает, кто-то полноценно работает. Были какие-то сторонние проекты, которые позволяют финансировать всю эту историю. И она совершенно не дешевая, я честно скажу. Здесь где ты найдешь просто разработчиков, которые шарят в медицине. А без этого здесь сложно. Где ты найдешь нейронщика, который хорошо коррелирует с этим. Как вообще это сделать? Их надо делать самим. Вот надо самим проходить этот путь. И как часто приходится, например, общаться с инвесторами, чтобы поддерживать проект на плаву? Я пока не общаюсь с инвесторами. Не общаешься? Ну, нет, я общаюсь, но я никогда… Вот, наверное, это моя проблема. Я не знаю, смотрю наверх вокруг. И мне до сих пор это не ясно. Я никогда не продаю презентации. Если я хочу что-то продать, я прихожу и показываю готовый продукт. Вот сейчас я могу показать там искусственный интеллект, например. Могу вот еще что-то показать. Только в таком формате. Но я не представляю, как можно прийти и сказать, мы сделаем. Я могу сказать, мы сделали. Вот так вот. Это немного более долгий путь. У тебя не было никогда опыта такого лифт-питчинга, когда ты там за одну минуту как-то преподносил свой проект, что люди такие, блин, охренеть, как звучит, покажи нам. Я за одну минуту только слово патоморфология могу выговорить. То есть здесь, да, есть нюансы. Это все-таки медицинские технологии. Знаешь, если бы хотелось быстро заработать, я бы совершенно в другую область пошел. Здесь я понимаю, что это намного дольше, сложнее, но тем не менее это намного интереснее и намного полезнее. Наверное, ты слышал про стартап Тиранос. Конечно. По которому совсем недавно было вынесено судебное решение. Расскажи, как, в принципе, приходится ли тебе доказывать, что ваша программа действительно работает эффективно, а не то, что… То есть вот ты говоришь, что эффективность программ достигает 99%. То есть точность… Давай не чувствительность. Это чувствительность. Окей, чувствительность. Важно быть точно в этих терминах. Чувствительность программ 99%. То есть звучит обалдеть, как круто. То есть как будто бы единичку до 100 не добавляете только для того, чтобы чисто теоретически предположить, что не во всех случаях она может эффективно сработать. Но практически идеально работает. Можно прокомментировать? Да, конечно. Смотри, вообще чувствительность, специфичность – это отличные статистические показатели. Круто все. Объясни как раз в чем дополнительно, в чем именно особенности именно этих терминов, чтобы… Ну, для меня… Давай я попробую на пальцах. Давай. Это сложно. Вот чувствительность – это как часто она сработает, когда все-таки есть рак, а специфичность – насколько она точно ограничит его границы. Вот если коротко. Это хорошие статистические инструменты, но в медицине они не работают. Здесь есть клиническая ценность. А то хоть миллион процентов у тебя будет, хоть 140 там выдашь. Нет, это не имеет ценности. То есть это не есть показатель для нашей работы. Для нашей работы единственный показатель – это клиническая ценность. Насколько мы помогаем врачу, насколько это сказывается на выживаемости, насколько это полезно пациенту. А это как-то подсчитывается? Это врачи подсчитывают. Вот как раз пилотирование для этого и нужно. Я не тестирую там скорость или еще что-либо. Я хочу протестировать конкретно клиническую ценность. Потому что статистика, она статистика, но она же оторванная от реальности. Вот когда говорят эти показатели, это хорошо, чтобы оценить качество работы модели, но не самого продукта. Вот примерно так. И все же, вам приходится как-то доказывать, что ваша программа, программное обеспечение, что оно работает эффективно, и что вы не самостоятельно придумали и взяли из воздуха эти цифры. Это всегда. То есть как перед тобой сидит, допустим, главный врач какой-нибудь больницы и говорит, вот убеди меня, что она работает эффективно. Я ему говорю, выбирай лимфоузел, вот нажми кнопку загрузить и посмотри на результат. И после этого он мне говорит, блин, вы молодцы, круто. Вот я только так могу. Показать презентацию, рассказать пич, нет. Я не занимаюсь этим. Нужно, наверное, какого-то человека для этого нанять, который будет заниматься. Я занимаюсь разработкой, я инженер в первую очередь. Мне важно, чтобы это работало. Как я могу узнать, работает это или нет. Я могу прийти к главному врачу и сказать, есть лимфоузел? Он говорит, есть. Загрузи сюда, скажи мне, работает или нет. Он загружает, оно работает, он доволен, я доволен. И после этого я могу уже спокойно прийти к людям и сказать, у меня работает. Я наперед не собираюсь ничего здесь делать. У меня пост, так скажем. После апробации ты приходишь и показываешь, ребят, у нас работает, и тут не надо, верить или не верить, есть факт. Так мне легко. Обещать я не люблю, особенно во всяких. Вот ты, Тиранос, пример привел. Когда ты инвестируешь в подобные вещи, какие-то вообще сверхсложные, инновационные, ну, надо учитывать то, что, вероятно, ты скорее спонсор исследований, который может, в принципе, и провалиться, если тебе еще ничего не показали. Там нет гарантий. Поэтому я прихожу с гарантиями. У меня уже есть. Ну, то есть не про то, что мы сделаем такую программу, а про то, что она уже сделала, сделала, сделана. Мы сделаем, это моя. Да, и она уже работает. Расскажи, с какими сложностями приходилось? Ну, то есть были какие-то моменты, когда ты такой, блин, типа какой-то полный трэш, ничего не получается или, ну, какие-то тупиковые ситуации, когда ты думаешь, что, блин, зачем я вообще этим занимаюсь? Я тебе честно скажу, технологических ни разу. Мы очень много раз находили путь, как делать не надо. Я имею в виду в контексте, в принципе, так как ты не только инженер-разработчик, ты и руководитель компании. Вот я в большей степени, наверное, имел в виду именно вот вторую составляющую твоей работы. Первая является частью целого, и вторая является частью целого. Поэтому я могу с любой стороны ответить, и это будет работать одинаково. Мы много раз находили пути, как делать не надо, но это всего лишь такие же открытия, как и все остальное. И теперь мы гораздо точнее знаем, как надо делать. Вот так вот. То есть, да, естественно, были сложности. Были ли сложности, с которыми невозможно справиться, нет и не будет. Таких, наверное, сложностей в мире не бывает. Можно выбирать неоптимальные пути, делать неправильные решения, но с чем-то не справиться, если у тебя есть мотивация, нет. А какие в данный момент... Ты говоришь про то, что ваша платформа, она работает... То есть это не один искусственный интеллект, а сразу несколько... Мы занимаемся несколькими областями искусственного интеллекта и в области патоморфологии и радиологии. И мы хотим собрать их все вместе в некое удобное для пользователя представление. То есть, чтобы можно было загрузить, в принципе... То есть, чтобы врач мог загрузить любое изображение, связанное с онкологией, ну, любой части тела... Ну, только с онкологией. В идеале, как я ставлю себе глобальную цель, любое медицинское изображение и получить тот отчет, какие системы искусственного интеллекта там есть. Вот прямо, чтобы все было четенько и быстро. Это программа Максимум. Расскажи, ты говоришь, медицинские изображения. Какие медицинские изображения можно проанализировать? То есть, это... Если брать образец ткани, вот, отсканирован, то, по сути, это фотография. Ну, это фотография в крайне высоком, очень высоком разрешении, которая открывается, естественно, не как картинка. Насколько высоком? Ну, 100 на 100 тысяч пикселей, например. Весит она в среднем 3 гигабайта. Это одна фотография. Сам понимаешь, что там куча технологических проблем еще с этим было. Как с этим работать, как это быстро анализировать, как это конвертировать, как это показывать, потому что кэши браузера просто те же не дадут открыть такую картинку. А если даже и дадут, как это за счет ресурсов пользователя открывать? Да, кстати, как эта программа будет работать, если, вот, предположим, проходит пилотный проект в 64-й больнице, все говорят, что в восторге, и пытаются внедрить это в большее количество медицинских учреждений, где, я не знаю, компьютеры работают на Windows 95, условно, ну, я имею в виду не конкретную операционную систему, а то, что они слабые, там, я не знаю, Core i3 или Pentium, и позволит ли им слабое железо заниматься как раз работой, или им придется заказывать мощные какие-то, я не знаю, системные блоки, сервера, чтобы они анализировали все это на месте? На самом деле зависит от количества изображений, которые надо проанализировать. Но как в целом выглядит система? В любом случае в больнице должен быть некий сервер или кластер. Должен ли он быть мега дорогим? Нет, на самом деле не должен. То есть чего достаточно будет? Да, 30-90 видеокарты достаточно. Инференс-модели, это не так страшно, это обучать сложно. Вызывать намного проще, к тому же мы там оптимизировали все под самые уши, даже на условно, далеко не специализированном оборудовании, так скажем, он занимает минуты 2-3-4, или когда-как зависит. Ну 30-90, ты имеешь в виду GeForce видеокарту. А если хочешь спросить про компьютер-пользователя? Ну да, именно компьютер-пользователя, вот врача. Как сказать? Вот у меня ноутбук, макбук, например. Когда ты ставишь на нем троттл процессора в 10 раз, оно работает идеально. А ты пойди найди, компьютер в 10 раз слабее. Сейчас вот. Если запускать все это на обычном компьютере, самом обычном, оно работает отлично. Ну то есть по сути любой компьютер сможет подтянуть программу. А все анализируется именно где-то на удаленном сервере. Ну то есть главное, по сути, чтобы было соединение с интернетом. Ну либо с интернетом, либо с локальной сети в больнице, где это развернуто. Ну то есть если где-то в региональном центре, например, есть сервер и локальная сеть введена. Ну то есть первое, значит, это фотография в крайне высоком разрешении, которая можно, получается, на любом компьютере так или иначе вот именно пользователем обрабатывать, анализировать. Ты говоришь, вот другие изображения, это радиология. МРТ, некое видео, потому что с видеопотоком тоже. А что имеется в виду? Представь себе какую-нибудь колоноскопию условную или что-нибудь там, любой эндоскопический процесс, где вводят телескоп, камеру и смотрят. Видеопоток — это набор байтов. Ну то есть изображений. Собственно, искусственный интеллект отлично с ним работает. Любые задачи, медицины, можно оптимизировать с помощью искусственного интеллекта. Главное — не сделать жизнь людей сложнее в ходе этого. Вот такой тезис. А вот эти, как бы это не совсем изображение, хотя, когда снимают, например, ЭКГ, и то есть это, по сути, не совсем классическое изображение, то есть это там не фотография с рентгена, а графики сердцебиения или еще чего-то там, мозговой активности. То есть можно ли натренировать искусственный интеллект на поиск патологии по этим данным? Да, я тебе скажу так, там, вероятно, даже искусственный интеллект не нужен. Вот такие задачи могут как раз машинному обучению решать. Ну вы этим занимаетесь? Нет, мы этим не занимаемся. Ну, потому что это неинтересно, или что? Да, мы в своем проекте взяли те задачи, которые очень мало изучены с точки зрения искусственного интеллекта. В мире ни одного коммерческого решения на тот момент не было, когда мы начинали заниматься колоректальным раком. Были исследования и так далее. А сейчас есть коммерческие решения? Сейчас без разницы, уже стало бы то, что надо доделывать, а не смотреть. Вот, а коммерческие решения, ты говоришь, когда начинали, тогда не было. А сейчас коммерческие решения уже есть? Не знаю, я просто говорю, что на тот момент… А, на тот момент точно знаешь, что просто не было. Тогда скажи, в какой обозримой временной перспективе ты видишь именно выход на какую-то работу уже не стартапа, а компании? То есть, когда вы уже будете поставлять какие-то услуги, то есть, какой-то горизонт через месяцев, лет. Я думаю, это месяц-два произойдет. И будет уже работа с, по сути, клиентами. По сути, да. Расскажи тогда, ну, последний вопрос завершающий. Каким ты видишь собственное будущее и будущее компании? Давай начну с собственного будущего. Ни в один из моментов своей жизни я бы не хотел, так скажем, отрываться от самого процесса производства. Мне очень нравится все то, чем я занимаюсь. То есть, надо полностью понимать это, надо жить этим. Это классно, интересно на самом деле. Это нравится людям вокруг. То есть, действительно есть смысл в этом, в работе. Как бы она же определяет человека. Что я вижу для компании? Я вижу то, что мы должны покрыть достаточно много областей медицины. Достаточно хорошо подготовить модели искусственного интеллекта для решения самых нетривиальных задач. И больше углубляться, конечно, в сторону науки, изучения самого генезиса, так скажем, онкологии. Вот этого всего. Планов много. Но всегда самый ограничивающий. Единственный ресурс, который ценен в этом мире, это время. Собственно, как-то так. Спасибо тебе за то, что ты сегодня пришел и ответил на все вопросы. На этом мы сегодня заканчиваем. Смотрите на следующих сериях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!